Дорогая Церковь, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, которые посетили наш дом молитвы, я предлагаю вместе открыть Евангелие от Луки, 17 главу. Мы прочитаем один небольшой открывок. Евангелие от Луки, 17 глава, будем читать с 11 стиха. Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилею. И когда входил он в одно селение, встретили его десять человек прокаженных, которые остановились вдали. И громким голосом говорили, Иисус, наставник, помилуй нас. Увидев их, он сказал им, пойдите, покажитесь священникам. И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога. И пал ниц к ногам его, благодаря его. И это был Самарянин. Тогда Иисус сказал, не десять ли очистились? Где же девять? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме этого иноплеменника? И сказал ему, встань, иди, вера твоя спасла тебя. Друзья, моя проповедь называется «Благодарность среди неблагодарного мира». Короткая история, которую мы с вами прочитали, которая произошла много веков назад в одном небольшом селении, имя, которое нам неизвестно, открывает нам сегодня, в 21 веке, состояние сердца человека. И, к сожалению, сердце человека сегодня мы обнаруживаем с огромной проблемой, которая называется неблагодарность. Друзья, когда мы говорим о благодарности, очень важно понимать, к кому в первую очередь должна быть обращена благодарность человека. К кому в первую очередь? Кто заслуживает сегодня достойной благодарности? Когда мы говорим о дарах, о жатве, о плодах, мы можем быть благодарны фермерам, которые позаботились, чтобы на полях был урожай, забывая при этом, что истинная благодарность принадлежит Богу, который позаботился обо всем, дал необходимую погоду, температуру, дождь вовремя, ранний и поздний, и солнце в свое время. Это очень важно понимать, к кому должна обращена быть наша благодарность. Итак, Христос, идя в Иерусалим, проходит между Самарией и Галилеей. Он заходит в небольшое селение с неизвестным названием, где его встречает группа, которая состоит из десяти человек. Что объединяет эту группу людей? Что заставило их, стоя вдали, кричать? Мы прочитали, Библия говорит, это были люди, больные проказой. Проказы, мы хорошо знаем, это страшная болезнь, которая постепенно разрушает тело человека. Эти люди были обречены. Эта болезнь сделала их изгоями общества. Она разделила их навсегда с семьями, с обществом, с детьми, с родными. Она разрушала их тело и приводила к медленной смерти. Интересно, что эти десять человек даже приняли, вопреки всем законам, всем традициям и пониманиям про верных иудеев, свою группу самарянина. Даже приняли этого человека. Почему? Потому что не знали, что не обречены. Что у них нету никакой абсолютно надежды. Есть одна только медленная, страшная, необратимая смерть. Почему они стояли вдали? Закон требовал. Для них эта встреча была, наверное, случайностью. Возможно, они слышали об Иисусе. Но для Иисуса Христа, братья и сестры, эта встреча не была случайностью. Он знал, почему он, проходя в Иерусалим, он зашел в это селение. Интересно, каким образом эти люди привлекли внимание Иисуса Христа. Мы прочитали с вами в 13 стихе, обратите внимание, громким голосом, громким голосом говорили, Иисус, наставник, помилуй нас. Вы знаете, если была возможность нам находиться там, мы бы увидели жалкое зрелище. Почему? Дело в том, что проказа, она касается голосовых связок тоже. Гортань поражена. Не только глаза, руки, тело, кожа поражены. Голосовые связки. Человек не может нормальным голосом разговаривать. Он хрипит. И десять человек кричат, хрипят своим голосами. Но правильно делают и выбрали из многих имен Иисуса Христа удивительное слово. Наставник. Это очень интересное выражение. К наставникам обращались те, кто обладает властью, кто могут что-то сделать. Это не просто было случайно. Эти люди, по всей видимости, слышали, что Иисус из Назарея исцеляет прокаженных, исцеляет слепых, хромых, больных. И они кричали, Иисус, наставник, помилуй нас. Почему они это делали, братья и сестры? Почему люди обращались к Иисусу Христу с этими словами, помилуй нас? Потому что Иисус был их единственной надеждой. Христос для них в этой ситуации был единственной надеждой. Он был единственным шансом. Другого выхода из этого положения, в котором находились, не было. Ни лекарства, ни помощь родных, ни общества. Ничего не могло из этого им помочь. Эти люди были в отчаянии, и все, что не могли делать, и обратиться к Иисусу за помощью, со словами, Иисус, наставник, помилуй нас. Что делает Иисус? Иисус делает то, что Он делал всегда и делает сегодня. Потому что нездоровые нуждаются во враче, но больные. И Он пришел спасти неправедников, но грешников. Интересно, что реагирует Иисус Христос. Он делает это как-то необыкновенно. Он не подошел к ним, не прикоснулся, не сказал «исцеляю», не спросил их о вере, имели они веру для исцеления. Христос произносит три коротких слова. «Идите, покажитесь священникам». «Идите, покажитесь священникам». Почему Христос так сделал? Потому что этого требовал закон Моисея. Прокаженный человек, больной проказой, обнаружив на себе проказ, он должен явиться был к священнику прежде всего. И затем наступала долгая, изнурительная процедура. Восемь дней находится в Нистане. Потом человек возвращается снова к священнику. Он его осматривает внимательно. Если что-то обнаруживает, он снова его отправляет на восемь дней. Потом проходит еще восемь дней, и он снова возвращается к священнику. Он снова внимательно осматривает и опять отправляет его на восемь дней. И только тогда, если все проходит, тогда он объявляет его чистым. И при этом он должен послать, возможно, он его пошлет в Иерусалим, в храм для того, чтобы была принесена жертва. Вот такой был порядок. Но Иисус Христос посылает их к священникам, потому что Он хочет, чтобы и вера была у них, потому что человек не может просто так пойти. Он должен повиноваться Господу. Христос видит, есть ли у них хоть маленькая вот эта вера, для того, чтобы они могли исполнить Его Слово. В 14 стихе, обратите внимание, Писание говорит, что по дороге, когда они шли, произошло что-то удивительное. И когда они шли, очистились. Христа с ними не было, ничего внешнего не происходило, ни грома, ни молнии, ни сияния, ни света, ни голоса с неба. Просто когда они шли, они очистились. Бог вмешался в судьбу этих 10 несчастных людей и совершил чудо исцеления по пути, когда они направлялись к священнику. Я могу представить, братья и сестры, что происходило среди этих людей, братья и сестры. Давайте посмотрим немножко вот эту картину. 10 обреченных людей идут. И вдруг они обнаруживают, глядя друг на друга, что проказы нету, что ихнее тело стало как тело у младенцев. Голос ихний окреп. Сколько радости, сколько торжества. Наверное, они прыгали, скакали, радовались, обнимали друг друга, не замечая даже, что этот самарянин среди них, сколько торжества было. Но что-то произошло. Что-то пошло не так. Один человек останавливается, останавливается, оставляет 9 и возвращается обратно. Куда, братья и сестры? К Иисусу. Он забыл, что Христос сказал ему, иди покажи священнику. Он возвращается к Иисусу Христу и делает три очень важных вещи. Я хотел, чтобы мы запомнили сегодня эти три вещи, которые сделал этот человек. Первое, что он делает, приходит ко Христу. 15 стих, обратите внимание. И он громким голосом прославляет Бога. Он знает, что перед ним не просто человек. Он знает, что Бог его исцелил. Он громким голосом, связки исцелены. Есть тело, есть голос. И он начинает прославлять, и при этом громким голосом. Второе, что он делает, очень важную вещь. Он падает, ниц, пред Христом. Он не просто приходит, говорит, благодарю тебя. Не пожимает руку. Падает, ниц, это простершись. Братья и сестры, полностью, всем своим телом, пред Иисусом Христом. Поклоняется Христу, как Богу. Его глаза, Его духовное зрение исцелено. Он знает, что это не просто Иисус. Это Бог, который исцелил его. И третье, что делает очень важно, братья и сестры, исцеленный благодарит Христа. Исцеленный, обратите внимание, падает к ниц, благодарит Господа. Его сердце переполнено благодарность Христу. Он забыл, что по закону ему надо идти к священнику, приносить жертву. Он вернулся к тому, которой есть жизнь вечная. Он вернулся к тому, который есть храм. Он вернулся к тому, который обладает властью не только исцелять, но и прощать грехи. Кто это был человек, братья и сестры? Это был тот, которого иудеи презирали. Это был тот, который называли язычник, самарянин. Это был тот, с кем было запрещено общаться и обращаться как с равным. Благодарный, среди неблагодарных людей оказался самарянин. А что же делает девять исцеленные, получившие новое тело? Они продолжают свой путь. Они продолжают свой путь к священникам. Затем, по всей видимости, они говорят, как прекрасно. Мы сейчас придем, исцеленные, получим свидетельство, и мы пойдем в храм, чтобы совершить там жертву, принести Богу. Потому что именно там, в храме, происходит настоящее поклонение, там происходит жертвоприношение, там живой Бог. Нужно идти туда, они стремлены туда, братья и сестры. При этом забыли очень важную вещь, что туда, куда они идут, в храм, Бога давно нет. Потому что слава покинула храм давным-давно, о которой говорит пророк Езекииль, 10 главе, 18 стихе. Слава Божия покинула храм. И остались только стены, и мертвая религия, совершающая жертвоприношение. Интересное отношение ко Христу. Он им больше не нужен. Он им больше не нужен. Они получили от Него, и Христос больше не нужен. Братья и сестры, вам знакома эта ситуация? Получили, а зачем возвращаться? Зачем поклоняться? Зачем благодарить? Зачем падать ниц? Я получил свое. При этом они не обратили внимания, что, получив исцеленное тело, они заболели страшной болезнью. Болезнь неблагодарного сердца, которая очень трудно излечивается. Болезнь неблагодарного сердца. А что скажет Христос? Что скажет Бог? Промолчит ли или что-то скажет? Обратите внимание, как немногословен Христос был в этих эпизодах. Они кричат, помилуй нас, наставник. Он говорит им три слова только. Идите, покажитесь священником. Но когда возвращается один из десяти, благодарит, славит Бога, поклоняется Христу, Бог не промолчал. Мы читаем, обратите внимание, в 17-18 стихе, тогда Иисус сказал, не десять ли очистилось, где же девять? Как они не возвратились воздать славу Богу? Кроме этого, иноплеменника подчеркивает. Бог не промолчал. Бог спокойно и властно задает вопрос тогда. Бог спокойно и властно задает вопрос и сегодня, братья и сестры. Мы живем в неспокойном мире. Мы слышим, как горят леса в Калифорнии, в Орегоне, в других частях мира. Братья и сестры, я подумал, если бы леса горели день и ночь и до этого часа, что бы произошло с нашей землей. Братья и сестры, подумал, если бы дожди шли в Германии, в Европе, в Америке каждый день и не останавливались те дожди, которые мы слышим, что бы происходило с красивыми городами, улицами и нашего города. А что если бы то торнедо, которое проходит, эти ураганы страшные, которые образуются в океане и потом они передвигаются на сушу и это было каждую неделю и не проходили вглубь наших штатов, что бы происходило и с нашими домами. Но почему-то этого не происходит, потому что по великой милости и благости Бога Бог еще держит свой гнев и хранит свои сосуды гнева на определенное время. Потому что мы сегодня читали в начале собрания, потому что Бог благ и потому что вовек милость его, поэтому не происходит. Мир сегодня забыл благодарить Бога. Греческое слово благодарность звучит как чаристос. Греческое слово благодарить звучит как чаристос. Но интересная вещь. Если в начале этого слова поставить маленькую буковку, одну маленькую букву А, оно будет звучать А-чаристос. Привретает совершенно другой смысл, неблагодарный. Маленькая буква поменяла весь смысл слова. Одна неблагодарность, братья и сестры, производит в нашем сердце изменения. Сегодня не поблагодарили, завтра не поблагодарили Бога. Потом привыкаем друг к другу, привыкаем к тому, что мы приехали в эту страну и так и должно. Получаем ведь-то многое. даже за это не заплатив, страна-то большая и богатая, становится привычным, удобно, хорошо. Маленькая буква изменила значение слова всего. Одна неблагодарность меняет состояние сердца. Кто-то сказал такую фразу «Бойтесь неблагодарных». Библия говорит о том, что в последнее время наступят времена тяжкие. Апостол Павел Тимофею говорит 3 глава 1-2 стих «В последнее время наступят времена тяжкие и среди многих состояния сердца человеческого ». Какими будут люди? Есть одно слово, которое касается сегодня нашего служения, темы моей проповеди «Благодарность среди неблагодарного мира». Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны. Неблагодарны Богу за милость, которую Он дает. Неблагодарны за то, что Бог отдал Иисуса Христа, единственного возлюбленного сына на Голгофу. Для чего? Для искупления людей, для спасения рода человеческого люди сегодня неблагодарят. Апостол Павел, рассуждая о состоянии мира, о состоянии мира, он говорит, откуда это началось, почему это произошло. В послании к римлянам, 1 глава, 21 стих, он говорит такие слова, «Но как они, не познав Бога, первое, что люди сделали, они не прославили Бога». Проблема начинается, братья и сестры, тогда, когда познаем Бога, и мы не прославляем Бога. К сожалению, это слово даже среди верующих людей утратило свою актуальность, свое правильное понимание прославлять Бога. В семье, в сердце, в церкви, на рабочем месте прославлять Господа. Почему? Потому что Он благ, ибо вовек милость Его. Когда сердце не прославляется, как Бога, приходит на смену следующее, апостол Павел говорит, как они не прославили Бога, и второе, не возблагодарили Бога. Обратите внимание, не возблагодарили Бога. На смену неблагодарности приходит следующее, суета в разуме. Разум осуетился. Так выглядит сегодня мир. Если мы посмотрим на какой-то огромный мегаполис, многомиллионный, жизнь никогда не заканчивается, люди в суете, работают 24 часа в сутки, куда-то едут, стремятся, покупают, продают, жизнь кипит, некогда остановиться, подумать. осуетились в умствованиях своих. Павел говорит, омрачилось несмысленное сердце, называя себя мудрыми, обезумели. Неблагодарность это грех, из-за которой человек лишается многих Божьих благословений, которые мы сегодня слышали. Вот этой полноты, вот этого жизни с избытком, вот этих благословений в благодарности лишаются люди внутренней радости, внутреннего покоя и возможности истинному поклонению Богу в Духе истине. Вот почему Иисус Христос сказал женщине тоже самарянке, наступает время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Богу ни на горе, ни в храме, ни где-то еще, будут поклоняться в Духе и в истине. И таковых поклонников Бог ищет себе. В этой истории, которую мы сегодня прочитали, кратко рассуждали, мы видим, как исцелились десять, но спасение получил только один. Последний стих, 19-й, Христос говорит, встань, иди, вера твоя спасла тебя. Из десяти исцеленных телом спасение получил исцеление души только один, который вернулся к Богу, прославил Бога, поклонился Богу и возблагодарил Бога. Дорогая церковь, сегодня подходит заключение наше служение, тема которого за все благодарите, ибо такова у вас есть воля Божия во Христе Иисусе. У нас есть время немножко сейчас для того, чтобы вы могли преклонить свои колени у кого-то возможность есть. Я бы хотел, чтобы наш зал до молитвы наполнился поклонением через молитву. В тихих, кратких молитвах благодарности не ожесточить ваше сердце. Воздайте тому, кто возлюбил вас, возлюбил до конца. Аминь. Давайте помолимся. Игорь Негода.